Участники фестиваля скандинавской ходьбы для вас объявляется построение. Пожалуйста, перед зданием построение. Скандинавскую ходьбу еще называют русской или северной. Такие соревнования для любителей этого вида спорта и одновременно великолепного способа поддерживать в отличном состоянии свое здоровье провели на площадке возле фока на центральной и на дорожках парка. И у всех участников, что очень показательно, прекрасное настроение. Наш демизм! Гореть самим, зажечь других! Вы впереди и точка! Ходьба – спорт, доступный каждому. Особое внимание организаторы этого вида тренировок стараются уделять старшему поколению. Секции и группы действуют в центрах социальной поддержки, в домах культуры и в спортивных комплексах. Это люди 50+, которые у нас занимаются. У нас 5 инструкторов, которые представляют, раньше представляли Мау Гош Фок, сейчас предоставляют Мау Гош УСК Подмосковья, которые занимаются практически каждый день. Кто-то каждый день, кто-то там раз в три, в два дня занимается. И после того, как они ходят, у них появляется бодрость духа, гармония, скажем так, с собой и отличное настроение. Даже дождливая погода не помешала людям, участвующим в программе «Активное долголетие», выйти на дистанцию. Мы будем ходить, и мы здоровье укрепим, сказали мы. И чем быстрее будем ходить, тем наше здоровье будет значительнее. Чем дальше будем ходить, тем оно будет длиннее и продолжительнее. Скандинавская ходьба не просто передвижение с использованием тренировочных палок. Этому надо учиться, и тогда для здоровья будет большая польза. Рука расслабляется, и опять вперед идет. И вот такое движение. Прямая рука, работает только плечевой сустав. Показываю на ходьбе уже. Скандинавская ходьба стала для этих людей обязательной частью их жизни. Они каждое утро начинают с такой тренировки. Как вы пробежали, как настроение? Вот такое настроение. Бодрость духа? Зашкаливаешь. Что бы вы пожелали? Пожелала, чтобы поменьше дома сидели, а побольше развлекались. Вот в том числе и на таких мероприятиях. Здесь все победители. Каждый участник получил грамоту, которую им вручали тоже в движении. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение. Продолжение следует...